Всем привет! Я приехал в город Гретно, штат Небраска, и нахожусь возле супермаркета Walmart. Walmart это самая большая сеть супермаркетов в Соединенных Штатах. Это огромные супермаркеты, где можно найти практически все. От еды до одежды, электроники и даже медицины. То есть фактически там находятся целые аптеки внутри. Сегодня в моих планах зайти в магазин, купить самые необходимые еды и заодно показать вам, сколько стоит еда в Соединенных Штатах, чтобы вы могли сравнить с ценами в России. Вот собственно фрукты, которые здесь продаются. Это яблоки. Яблоки стоят 1,97$, 1,47$ за 1 фунт. Один фунт это примерно полкилограмма. То есть грубо говоря это получается 3$ за килограмм или 150 рублей за килограмм для моты. Вот апельсины. Стоят они 68 центов, внимание, за одну штуку. Примерно 40 рублей за один апельсин. Сейчас я в отделе с полуфабрикатами. Это самые дешевые. За один доллар такая пачка. Иногда беру на завтрак. Хватает. Мои любимые это вот такие. Такой покупки хватает примерно на обед или ужин. И стоит она 2,5$. Где-то 140-150 рублей. Возьмем парочку. Воду следует брать вот таких галлоновых дуг. Они стоят не очень дорого. Меньше доллара. Рублей 50. Один галлон составляет 4 литра. То есть за 50 рублей вы можете купить 4 литра чистой воды. Готовый к употреблению. Хлеб стоит по-разному. Самый дорогой 3 доллара. Ну и самый дешевый. Примерно такой. Который пекут в этом же магазине. Стоит 1 доллар. Это равно примерно 60 рубля. Но хлеб такой покупать не стоит. Поскольку они добавляют в него разные антибиотики. Вот такая пачка из 12 яиц. Стоит примерно 1,20$. То есть рублей 70. Теперь пройдемся по мясу. Сначала начнем с говядины. Начнем с фарша. Самый дешевый фарш у нас вот таких вот. Колбаска. Такие колбаски лучше не брать. Поскольку там помимо мяса. Содержатся еще и кишки, рога и все остальное. Стоит 2 доллара 33 цента за 1 фунт. То есть грубо говоря за полкилограмма. Если вы хотите фарш из чистого мяса, то вот он будет уже стоить 5 долларов 10 центов за полкилограмма. Это у нас 300 рублей. Теперь смотрим на говядину в кусках. Цена за полкило вот такой говядины составляет 11 долларов. То есть грубо говоря 600 рублей за полкилограмма и соответственно 1200 рублей за 1 килограмм. Свинина у нас гораздо дешевле, как ей полагается. Такие красиво нарезанные кусочки у нас идут по 4 доллара за полкило. Это где-то 250 рублей за полкило и соответственно 500 рублей за килограмм. Цена по курице колеблется очень сильно от 2 до 4 долларов. Ну скажем в среднем от 3 доллара, что составляет 180 рублей. Вы можете купить курицу как в таком пакете, состоящем из уже нарезанных и отделенных грудных мышц, то есть из куриных грудок, либо целую курицу вот в таких пакетах. Молоко по мере продается вот в больших таких галлоновых бутылках. Цена на обычное молоко, которое произведено из порошка, потом разжижено с помощью воды, составляет примерно 30 рублей за литр. Но если вы хотите купить хорошее органическое молоко, которое выглядит вот так, то за него вам придется заплатить 135 рублей за литр. Вот я и закупился продуктами. Как я уже говорил, Walmart мне очень нравится, потому что здесь все есть. Начиная от еды, заканчивая одеждой, электроникой, лекарствами и так далее. Но больше всего Walmart мне нравится тем, что он работает 24 часа в сутки. И самое главное, то что они разрешают нам, дальнобойчику, парковаться здесь на ночь. Что весьма удобно. Можно приехать, остановиться, поспать, а утром закупиться и хорошенько поесть. Но есть пара вещей, которые мне здесь не нравятся. Ах, как же холодно. Не нравится мне то, что, во-первых, кассиры не только в Walmart, а вообще во всех продуктовых магазинах Соединенных Штатов обязаны стоять. То есть, как в России, им здесь не посидеть. Ну, а второе, это то, что здесь работают пенсионеры. Дело в том, что пенсионерам пенсию платят небольшую, ну, небольшую по американским стандартам. И зачастую можно увидеть бабушек и дедушек, которые еле ходят, но, тем не менее, работают вот в подобных магазинах. Работают либо на кассе, либо складывают продукты в корзину. Так что это, конечно, печально. Лучше им, конечно, платить хорошую пенсию, чтобы они сидели дома и отдыхали. А работу давать студентам. Вот. Ну, я сегодня, наверное, уже пойду спать, потому что у нас поздно. Хочу, наконец-то, выспаться. Поэтому я не буду пропадать, буду постоянно пилить видеоблоги. Очень надеюсь, что вы будете задавать свои вопросы про Америку, на которые я буду по возможности отвечать. Так что всем спасибо за просмотр. Всем удачного дня или ночи, в зависимости от того, где вы сейчас находитесь. И да пребудет с вами истина, друзья!